Летнее солнцестояние – это время самой короткой ночи и самого длинного дня в году. День, который имеет древние языческие корни и объединяет всех жителей Латвии. Издревле этот праздник был связан с культом солнца и плодородия. Считалось, что травы, собранные в это время, обладают особой целительной силой. Сохранилось множество традиций, которые соблюдают по сей день. Например, из трав, полевых цветов и листьев дуба плетут венки. Это не только красивый головной убор, но и символ плодородия. Венок из дуба принято дарить тем, кого зовут Янис. Дуб, как известно, символ долголетия. И надевая всем Янисам на голову дубовый венок, им желают долгих лет, чтобы они были крепкими, как дуб. А Янис должен весь праздник ходить в дубовом веньке, после чего повесить его дома, на стену, где он будет висеть до следующего лига. А в следующем году старый венок надо сжечь в костре, который тоже является неотъемлемой частью праздника. Какие латышские традиции в праздник Лига вы знаете? Я даже не знаю, хотя я Янис. Надо прыгать через костер, это первое. Второе, это надо сжечь прошлогодний венок и с утра пройтись по росе босиком. И всю ночь не спать. Надо с утра умыть лицу росой, чтобы быть красивой. Вы будете это делать? Конечно. Еще надо плести венки, должно быть семь трав или цветов, дуб для силы, а ромашка для красоты. Это все, что я знаю. Папоротник собирают, да, песни поют, через костер прыгают, наверное, все песни поют. Сыр. Варят сыр, делают пиво. Самим надо делать? Да, конечно. А вы уже делали? Нет, я сама не делала сыр, но я пекла пироги. А почему именно сыр и пиво делают? Сыр – это символ солнца, он круглый и желтый, так как солнцестояние связано с солнцеворотом. А пиво получается так. Люди много работали до праздника Лига, и этот праздник был как время отдыха. Мужчины подкреплялись, я думаю, это просто напиток, какой-то особый смысл я не знаю. Говорят, что природа просыпается к Лиге, а после праздника она в самом расцвете. У растений особая энергия и сила. Баня, шашлык, много пива и вкусный сыр. Баня – это своего рода латышский ритуал очищения. Это дополняет праздник. Для нашей семьи это время приятного релакса, момент, которым можно насладиться. А пиво и сыр – это неотъемлемая часть праздника. Так повелось. Есть ли в этом какой-то сакральный смысл? Я не знаю. Наверное, надо спросить у тех, кто изначально это придумал. Но это традиции, и их надо продолжать. Мы не можем вдруг перестать есть сыр и пить пиво. Надо пить пиво, есть сыр и веселиться до утра. Спать этой ночью ни в коем случае нельзя, а то будут кусать комары. Утром бегать по росе. Зачем? Здоровье прибивать. Еще и умыться можно. Да. Это молодость, красота. Что еще? Кушать мясо. Пить пиво. А это что нам дает? Лишние килограммы. И позитив, конечно. В Венспилсе праздничное гуляние прошло в саду Рентя. На большой сцене Венспилский театр показал новую постановку о дорогой Блауменитис. Ансамбль «Данчу спеллы» под руководством Витты Кронькалны порадовал песнями и танцами, которые продолжались до рассвета вместе с братьями Розенталами и диджеем Янисом.